Перед началом матча дружбы представители команды Международной Ассоциации Исламского Бизнеса возложили цветы к Мемориалу Героической Обороны Севастополя 1941-1942 годов. Под дождем игроки выходят на разогрев. Повязка командира сборной Севастополя у Ильи Вячеславовича Пономарева, заместителя губернатора города. Впрочем, дождь не стал помехой дружескому матчу, и команды показали довольно интересную игру. Нашу сборную пришли поддержать юные футболисты Севастополя. За кого болеешь? За ФК. Конечно, за ФК. ФК Севастополь чемпион. Какие ошибки допускает наша команда? Ну, то, что... Стоят пас не туда, куда надо. Какой игрок самый сильный в команде Севастополя? Под таким номером. Я думаю, что 17. Счет матча открыл нападающий команды Севастополь под номером 17. Валерий Александрович Чалый, начальник управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя. Он и стал форвардом сборной Севастополя, забив три гола в ворота соперника, в том числе финальный. Как оценивается вообще соперника? Соперник – очень квалифицированная команда. Мне играют очень известные футболисты, такие как Ахрик Цвейба, такой как Вагис Хиди Итулин, Анатолий Коробочка. Эти футболисты в союзе для времена играли в высшей лиге за команды ЦСКА, Спартак, Динамо Киев. Играли в сборных Советского Союза. Играет Марат Кабаев, который также играл в футбол в азиатских странах. И достаточно квалифицированный футболист. Но те игроки, которые находятся рядом, можно отметить Максима Шевченко, который играет на С-3 атаки. Но, к сожалению, он не в футбольной обуви. Ему очень сложно тормозить, очень сложно обыгрывать. Хотя видно, что этот человек с понятием, понимает, что такое футбол, знает, как работать с мячом, знает, что с ним делать. Вот хотелось бы, чтобы ребята, которые сейчас по полю там носятся, из правительства, из администрации, побольше уделяли место спорту. И тогда у нас и молодежь будет культурно, сильно и духовно воспитана. Потому что спорт – это все. Это здоровье, духовность и взаимопонимание во всем. Еще один гол в ворота противника забил Алексей Ярусов, председатель Гагаринского муниципального округа Севастополя. Завершилась игра в ничью со счетом 5-5. Матч состоялся дружески. Игра для зрителей интересная была, я думаю. Было много голов. В пользу случаем хочу всех поблагодарить, кто пришел на стадион, вас, журналисты, чтобы пришли, соперников. Команда хорошая, видно, что бывшие любят футбол, в неделю наверняка не собираются и играют. Так что удачи всем, здоровья всем. Это действительно был матч дружбы и праздник футбола. Заявили главный тренер сборной команды Севастополя, временно исполняющий обязанности губернатора города, Дмитрий Владимирович Овсяников и тренер сборной МАИП, советский футболист, мастер спорта СССР Марат Вазихович Кабаев. Правительство сегодня было в большом количестве, у нас было больше. Это дало нам некоторые преимущества. Мы могли менять игроков, но не смогли победить. 5-5 достойный результат. Ну и получился матч дружбы, да. Действительно здесь приятно было, что видеть и тренеров, и бывших футболистов, и просто бизнесменов, предпринимателей, правительство Севастополя, да, очень отрадно, да. Вот это вот, пусть будет всегда так вот, правительство, народ, это всегда, чтобы было совместимо, вот именно, чтобы всегда вместе. Благодарительный матч проводился с целью укрепления дружбы народов и межконфессионального согласия для воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе. По окончанию матча призовой фонд 100 тысяч рублей были переданы Севастопольскому дому ребенка.